Есть ситуация выживания. Сейчас выживание предпринимателей. Вы не можете быть впереди государственной машины, которая изначально построена на уничтожение предпринимательства. Напомню, вы как предприниматели не нужны власти. Для власти вы хор, для остальных вы барыга, спекулянт, эксплуататор, капиталист. То есть это будет на промежуток времени? Это не, ну, условно говоря, это на промежуток вашей жизни. Очень. Сменится ли, извините, парадигма, когда это будет не Сомали, не будет зона экономическая, я не очень уверен. Вы видели точно так же, как и я, пять царей. Я что-то не припомню, чтобы хоть при одном царе, но вот, единственное, там, при Борисе пьяном, условно говоря, когда нами не занимались, но нами занимались братва. То бишь, в общем, нами все равно занимались. Но бог миловал, что у этой, с братвой было, извините, чуть-чуть проще, потому что когда приезжали Солнцевские, были Ореховские. А если там приезжало что-то, шелухонь помягче, ты одевал зеленый пиджак, надевал болты, доставал свой ствол. Еще неизвестно, у кого там пальцы круче. Поэтому историю-то мы же в 90-е все проходили. А сейчас просто, если уже приезжает братва, она другая, у них сива официальная, ствол официальный, и тут ты не можешь с ним постреляться, потому что это нарушение закона. Оставка-то, заметьте, взяток, она принципиально не поменялась. Что эти братья просили 30%, что эти просят, там, раят с ракетой. Так что, а если нет разницы, зачем платить два больше, как бы, стоит досить. Поэтому уж оставили при братве, там хоть было бы понятно. Люди по-прежнему, они никуда не тянутся, они будут потреблять ваши услуги. Не только, коллеги, вот давайте отмотаем на точку ноль. Мы не продаем товар, мы удовлетворяем какую-то потребность. Вот отойдите от своего бизнеса, вознеситесь от него. Я вам приведу такой, наверное, примитивный пример. Потребность в свежем воздухе, в домах, она не отпадет. Другое дело, что ее не будут удовлетворять системы кондиционирования, а ее будет условно удовлетворять вентилятор и мокрая простыня. Потребность остается, только товар меняется принципиально. То есть клиент-то ваш никуда не ушел, он не разорился, ему по-прежнему хочется подышать. Другое дело, что он хочет подышать по-другому. Я привожу пример, вот я занимаюсь, когда задают вопрос, я всегда занимаюсь фактически физиологическими потребностями. Общепит, ритейл, производство продуктов, это физиология. Была бы возможность, я бы занимался еще похоронным бизнесом и проституцией. Но, к сожалению, в одном монополии государства, в другом это все незаконно. Но это ничего зазорного в других странах, в общем-то, нет, там это все нормально, адекватно. Люди, так как по-прежнему у меня едят те же 2000 калорий, просто товар поменялся. То бишь люди покупают эти 2000 калорий, но в другом товаре. Рыба там не, условно говоря, не лосось, а треска или еще какая-нибудь кита. То бишь потребность осталась, но она стала удовлетворяться более простым товаром. Я не буду употреблять слово качество, потому что слово качество – это продажная проститутка империализма. Потому что это мне непонятно, я не понимаю слово качество. Если товар не продухший, то он уже качественный. Если он по ГОСТам или по ОТУ, то он качественный. Поэтому, еще раз говорю, работать с нищими, соответственно, вы просто сегмент опускаете. Работаете не с лососем, а работаете с китой. Как-то так. С осетриной сейчас уже. Ну, с осетриной. Да, осетрина многое подешевелось, действительно. Еще коллеги, вопрос. Можно, пожалуйста, попросить вас осветить вопрос с налогообложением при экспорте, да? Потому что многие бизнесмены боятся вопросов с возвратом НДС, с налоговыми. Этот вопрос очень сложный. И тем, у кого нет опыта, он не совсем понятный. Значит, возврат НДС – это, конечно, чисто мусорская история. Никто вам не даст вернуть НДС, если у вас за начальник налоговый не в доле. Ну, так, у простого. Нет, можно, конечно, по-сложному рассказать с точки зрения закона. Я просто не юрист. Сори. И трех высших образований. Значит, при экспорте самое правильное, конечно, пользоваться прокладками, которые предоставляют, как правило, кто-то из АБЭПовцев, или кто-то из таможенной службы, либо из налоговой службы. И пользоваться их прокладками. Самому на себя юридических лиц у вас должно быть много. То есть юридическое лицо – это всего лишь, не знаю, стержень от ручки. Может быть, конечно, лет в 16 вас, наверное, перло. Ну, не знаю, меня, по крайней мере, там, лет в 19 вставляло, что я вот там зарегистрировал первое юридическое лицо. Это было ОЗТ. Я был учредителем, генеральным директором. Я носился прям как домик списанной торга. Еще полгода разрабатывал логотип там этой компании. Ну, бог миловал, я переболел этой историей. Теперь, знаете, у меня такой есть сиротская сумка вот здесь, на вокзале, продается с печатьем. Когда меня спрашивают, типа, Дмитрий, а вы где? Я говорю, я нигде. Вот, и вам что поставить? Вам какую? Такую, такую, вот такую. Поэтому количество печати должно быть такое, чтобы оно обеспечивало вам безопасность. Вы нигде не должны быть генеральным директором, нигде не должны быть учредителем. Поэтому используйте прокладки, платите за всю эту историю. Ну, не вы создали это государство, эту идиотскую экономическую систему. К сожалению, да. Но, я еще раз говорю, вы не можете быть лучше начальника конституционного лагеря. Ну, он так уж. Ну, не убивает это в саму идею экспорта? В саму идею экспорта не убивает, это убивает менеджерские навыки. Ну, я там, у меня вообще когнитивный диссонанс как у человека, работающего по ту и другую сторону зарубежья. Я каждый раз, когда мне задают вопрос, я каждый раз сюда, когда возвращаюсь с точки зрения ведения бизнеса, это как переваливаешь себя через бруст. Потому что ведение бизнеса там, там, как говорят, бурократия хуже, чем наша, сразу могу сказать. Но она простая и понятная, она прозрачная. Она очень нудная там. Но если бумажку опустил в почтовый ящик, сволочь, она дойдет. Если вам положено по закону, для этого не надо быть сыном мэра, вам это исполнилось. То есть там по закону жить удобно, здесь по закону жить невозможно. Потому что законы осознанно, на это черное слово, написаны не коррелирующие, чтобы вы всегда были уголовными. Как гражданин, так и предприниматель. Для меня проблематика, как для человека там с мозгом, что говорится, что я вынужден тратить дохренище времени на разработку этих структур. Вот этой вот этой схематики. То есть вместо того, чтобы я занимался условно говоря обслуживанием клиента и потребителя, я занимаюсь какой-то хернью. Потому что в Праге, по-моему, трижды менялся мэр. Один раз он погорел на какой-то бабе. Я не знаю его фамилии, не знаю бабок. А здесь я знаю главу прав. Я знаю, где у них учатся дети. Я знаю, какой им подарок нужен на Новый год. И вот эта хрень, она не имеет никакого отношения. Вот вы здесь все сидите, мои потребители. Когда вы приходите ко мне в магазин, говорят, Дима, а что у вас там масло, колбаса стоит каких-то моральных денег? Я говорю, ребята, скоро в ценнике товара не будет. Вообще. Товар исчезнет. Вы будете потреблять какую-то хрень, которую я, как ритейлер, напомню, ритейл не продает товар, он продает услуги. Я всего лишь беру пазл, такой огромный-огромный пазл, там собираю сначала прямой угольчик, потом туда собираю, собираю. И товар там, конечно, еще пока присутствует. Но уже он от 40 до 60 процентов. А все остальное вы потребляете какую-то бежню такую, что вы хотите за это платить, ну вернее, граждане хотят. Ура, Крым наш, 84 процента. Ну, вперед, даешь, за Родину, за партию. Что я могу сделать? Я же не могу людей отговорить, что греки вышли на площади, когда НДС подняли с 9 до 10 процентов. 1 процент. Давайте вспомним, сколько раз раком ставили предпринимателей. Греки выходили не предприниматели, греки крайне ленивые нации. Но каждый последний грек понял, что вот он с утра там потреблял какую-то чашку кофе там за 2 евро. Он понял, что НДС, который поднялся на 1 процент, он не на 1 процент вложится, он вложится поставщику, ритейлеру, логисту, да кому угодно. То есть цепочка длинная. Мне сказали, да вы что, офигели что это? И они пришли там, как говорится, бухтеть на эту тему. И давайте ретроспективно отмотаем на 5 лет. Каждого сейчас гражданина выйди спроси там, ткните, ладно, я подонок, спекулянт, барыга, со мной все понятно. А многие из вас там условные производственники. Я вас уверяю, что про каждого из вас скажут, что ваши капиталы на что-то незаконны. Априори, просто априори. Потому что условно говоря, у вас машина получше. А вот если бы вы были в говне, было бы хорошо, нет большего счастья, чем сдохнувший корову сосед. Поэтому сам экспорт физически в экономической модели это не убивает, но именно менеджерские функции вас как менеджера, который хочет заниматься только производством, а не вот этой хренью, может серьезно подсадить. Но это концлагерь такой, простите. Я его не создавал, я всего лишь, как вы видите, могу на пальцах вам объяснить, как это сделать. Я просто это умею делать. И неплохо весьма. Как-то так. А мне не надо ничего искать, импорт заменил импорт, или вы же не видели пустых колок? Что мне искать? А что значит интересно? Мне по барабану. Матрица есть, пожалуйста. Почему я должен искать? У ритейлера есть заказ. 100 единиц такого-то товара. Кто ему его привезет по барабану? Что я должен сделать? Я должен побежать к производителю, сказать, отец родной. Что за шизофрения? Мне так кажется, я, конечно, видимо неправильно воспитываю, я еще с 98 года возглавлял там крупнейшее в Европе предприятие сходнее мебель, но ключевое, я всегда это произношу фразу и дарю ее вам. Нет большего барыги, спекулянта, чем директор производственной компании или завода. Мы производим всякую хрень, и не важно, даже не хрень, гордитесь своим товаром. Не для того, чтобы удовлетворить свои собственные амбиции, а для того, чтобы это продать. Потому что должны быть продажи. Вот это ключевая функция. То, о чем задавал вопрос коллега, это не мощности, производство это не мощности, это не ходишь по цехам. Тогда мне было 28 лет, это было козырно пройтись по цехам, заводы 40 га квадратов, говорит, вот это вот маркиза, маркиза Карабаса. Ну, это должно было остаться где-то там в 20-летнем возрасте. Сейчас я понимаю, что, нет, минуточку, все, что я произвожу как производитель, я должен продать. И никакой там сбытовик не должен ко мне прибегать на церковь, как говорит, минуточку. Отдайте товар. Нет, ни хрена. Ну, производитель. Поэтому в России товар импортный либо квазиимпортный. В России не существует российского товара. Он весь состоит из импортных комплектующих. Мы даже с точки зрения производства, мы здесь как сборочное производство автомобилей. Мы здесь дособираем товар. Потому что когда у нас семенной материал, буржуйский, удобрение буржуйские, техника мелкого машиностроения, уже грохнуто давно, вот коллега задал вопрос, попробуйте, вот была недавно выставка агро-продмаш, ну, условно, недавно, в прошлом году. Да вы просто по ней походите. Но то, что она схлопнулась, это черт с ним. Найдите там хоть одно российское оборудование. Если оно есть, оно такое ужасное. Более-менее приличное российское оборудование, я в кавычки ставлю это слово все время. Оно все равно, это, по сути дела, дособранное здесь. И то же самое касаемо продукта, конечно. Будет тут порося, там, не знаю, огурчик и все остальное. Поэтому ритейлер не обязан, ритейлер должен заниматься другой функцией, он должен собирать. Задача производителя, логиста, довести все это и все это поставить на полк. Субтитры создавал DimaTorzok